На Донбассе. Да вы что говорите, да? Так вы не жили за счет России. Если бы Россия ввела в войну, если бы через два дня попросить плакать. Да что ты рассказываешь? А кто на Донбассе? Кто на Донбассе? Кто на Донбассе? Кто на Донбассе? Ну, а кто воюет? А ты ко мне обращайся. Понял? Я понял, да? Ты тоже лучший историю. Хорошо. И этого желаю вам тоже, батю. Да? Учите историю. Да. Питания есть? Да. Питания есть. Закрывай свою футболку или вообще снимай. Но ты не обращайся к нам. Вежливо, вежливо. Я хочу так и обратиться. Потому что я вижу, что ты неповажно ставишься до нашей страны. Что я маю тебе поважать? Интересно. А в чем уважение должно быть по вашему? Уважение на что такое? Чтобы я бегал с красным и черным флажком или в вышиванки ходил. В чем твоя повага? Ты русский. Ты не знаешь, что воюет на Донбассе. Все, я знаю, что происходит. В том-то и дело, что я знаю, что происходит. Я забыл тебя спросить, когда мне идти. Там будет комфортно. Да. Потому что тут Украина. Ну хорошо. Я здесь жил всю жизнь. Никто меня не трогал. Да. В русском языке никто не обретен. С некоторых пор стала эта проблема для кого-то. А ты что? Ну. Кто это организовал? Кто Андрей? Подумай головой раз. Ты же историю знаешь. Кто, кто, кто? Ну ты скажи мне. Все, ребята. Ставьте моего друга. Какой друг вы ждете? Это провокация. Это провокация. Это столица Украины. Это не столица России. Он провокирует на руках. Ты здесь слышишь? Ты на ней пораде. Понял? А?